Я хочу, чтобы вы, господа, в студии высказали свои мнения о произошедшем. Вот ваши реакции, первые реакции, мысли и, собственно, что дальше? Франция, давайте с вас начнем. Ну, во-первых, хочу высказать, наверное, искреннее соболезнование всем, кто потерял родных и близких, знакомых, друзей. Сегодня траур, большая трагедия. И, несмотря на то, что мы где-то привыкли в России и даже в Москве, это была очень такая новая неожиданность для всех. Она потрясла всех людей без ограничений и купюр. И люди поняли, что жизнь на самом деле очень непростая. Сегодня разговоры по усилению действующего законодательства, по привлечению смертной казни. Все это для этой категории пустое дело. Для них жизнь ничего не стоит. Они с восторгом идут на смерть и считают, что они правы. Там особая психология. Сегодня мы должны быть информированы. Спецслужбы должны грамотно организовать эту работу. А общество должно четко всем помочь. А если мы сегодня начнем с того, с чего вы начали, зачитав некую фразу про границы, про людей других национальностей, в стране, где 178 национальностей, такие разговоры, они опасны. Уже вчера, мы знаем, были случаи, журналисты об этом передавали, по поведению различного рода националистически настроенных людей в плане людей другой национальности. Это может быть еще страшнее. Вот с чего бы я начал этот разговор. Думаю, коллеги в этой тональности меня поддержат. Михаил Васильевич. Да, вот присоединяясь к тому, что мы здесь присутствующие в студии и тех, кого мы здесь представляем, разделяем боль, утрат и скорби по погибшим и раненым, все-таки должны думать о будущем. И мне представляется, что здесь в решении вопроса противостояния терроризму должен быть очень сложный и слаженный комплекс мер. Вот между нашими партиями, мы тут представляем разные партии, между Единой Россией и Справедливой Россией, всем известно, что мы заключили недавно соглашение. И одним из важных пунктов этого соглашения, при всем том, что мы признаем противоречия идеологические, а мы подписали соглашение о полном взаимодействии, взаимопонимании и общих подходах в вопросе борьбы с экстремизмом и терроризмом. Франц Адамович подтвердит это. Это вот мы видим, как мы противоречивы в жизненных, в политических, выборных процессах. Это было очевидно для всех. Это яркое, жесткое противостояние порою объединяет нас вот в этом вопросе. И я думаю, что это вот тот пример, который должен в обществе быть широко применим. Одни спецслужбы, одними силовыми методами мы не сможем побороть эту проблему. И еще важно. Ислам, откуда в большей степени исходит вот эта проблема, ныне обсуждаемая, может, в принципе, как религия очень много сделать. Ведь ваххабизм — это не ислам. Это уродливая пародия, которую используют экстремистские силы. А ислам — это здоровая религия, которая может в начальной стадии, где-то еще в повседневной. Ведь о терроризме говорить, о том, что он плох, можно не только тогда, когда произошло вот то, что мы сегодня имеем, а это каждый день, это из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, тогда будет понимание, что терроризм — это не ислам. Терроризм — это зло. И многие люди, наверное, одумались бы, если вот такая воспитательная роль религии — ислам, она была бы. Таким образом, я подчеркиваю наше внимание на то, что общественная консолидация, во-первых, и роль ислама как религии в разоблачении ваххабизма, с чем мы сталкиваемся, во-вторых, это вот две составляющие, на мой взгляд, очень важные. Сергей Васильевич, ваш оценок? Прежде всего, абсолютно от всего сердца, от всей души, хочу выразить глубочайшее соболезнование всем жертвам данной бесчеловечной трагедии, вот этого данного акта, и, безусловно, слишком мало времени прошло, чтобы совсем без эмоций рационально раскладывать сейчас по полочкам те меры, которые необходимо предпринять. Но такова наша работа, особенно у депутатов, что мы должны, может быть, не всегда это удается, но с каким-то опережением предусматривать, что вообще грозит, и что нашу страну, наших людей ожидает, и давать некие прогнозы и рекомендации для того, чтобы ни в коем случае не повторялись подобные трагедии. я во многом согласен, кое в чем не согласен со своими коллегами, я абсолютно согласен, что терроризм сейчас не имеет национальности, и ни в коем случае нельзя отождествлять религию ислам с терроризмом. Это глубоко ошибочно, и, кроме как национальной розни, ни к чему не приведет к еще большему наращиванию этих негативных явлений, поскольку мы знаем прекрасно, что в Великобритании существует Ольстер, и в Испании существуют Баски, и тигры, тамилы, ламы существуют на Цейлоне. К большому сожалению, это вот особенность 21 века, когда мы столкнули все общество, я имею в виду нормальных людей, столкнулись в мире с таким вызовом, и нам нужно очень взвешенно, очень четко вырабатывать те меры, которые могли бы противодействовать этому жуткому явлению. То есть государству нужно обратить внимание на серьезное воспитание, оснащение, так сказать, цели направления вот этих специальных служб, потому что без нашей разведки, там в стане наших противников по жизни, я имею в виду террористические вот эти гнезда, без этой разведки мы не сможем получить вовремя информацию, и министерство внутренних дел не сможет вовремя реагировать. То есть это, ну чисто будем говорить организационная сторона вопроса. С другой стороны, вы посмотрите, что происходит. Вот сегодня очень много говорили о том, что когда произошла эта трагедия, несколько, некоторые люди тут же старались помочь, не убежать оттуда, а помочь, да, что в общем-то настраивает на положительный лад. Но очень много было людей, это и те, кто пытался там в 10-20 раз взвинтить цены на перевозку пассажиров, это бомбилы или частники, как их называют. Это и, вы знаете, некоторые журналисты, я вот твердо, кстати, имею такое мнение, которые повышают рейтинг своих радиостанций, показывая вот то самое радио там телевизионных станций, которые ну подпитывают адреналином вот ту порочную часть общества, которая может быть была и при Каллигуле, когда, так сказать, люди собирались смотреть, как там император своим противникам отрубал головы там или бросал их на сиденье тиграм. К сожалению, вот эта пена, она всегда, наверное, в человеческом была, есть и будет, но если мы постараемся, к сожалению, я уверен, что этого не хватает нам из населения нашей страны создать гражданское общество, это чрезвычайно сложный и длительный процесс. Я говорю, в Советском Союзе как бы там кто к этому не относился, но я твердо уверен, что общество было коллективистское, это, сказать, помощь ближнему, это было, ну, очень у многих внутри, а сейчас общество индивидуалистов, за деньги женщины, которые сопровождали этих шахидок славянской национальности, поэтому терроризм не имеет национальности, не имеет приверженности к какой-то религии, значит, за деньги можно и сопроводить, за деньги можно пропустить, и если они приехали на автобусе, как это сегодня сообщалось, значит, ни один патруль, ни один пост не остановил, не посмотрел, не проверил, понимаете, вот без того понимания, что мы должны прежде всего превратиться в граждан своей страны, не в население, я думаю, и с этой страшной угрозой, как терроризм, справиться будет чрезвычайно сложно.